В городищенском районе распитие спиртных напитков закончилось убийством. В ходе ссоры ранее судимый местный житель взял нож и нанес два удара своему 35-летнему знакомому. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Сейчас он находится под стражей. Полицейские установили личности, задержали 35-летнего жителя центрального района Волгограда. Мужчина стрелял с балкона 21 этажа из пневматической винтовки по проезжающим автомашинам. Повреждения получили три автомобиля. Также пострадал один из водителей. Пуля пробила стекло и попала ему в грудную клетку. Задержанный пояснил, что в тот вечер поругался со своей девушкой и решил таким способом выместить свою злость. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. Винтовка изъята. А у жителя Алексеевского района изъят обрез ружья. Мужчина хранил переделанное оружие в своем доме. Экспертиза показала, что обрез пригоден для совершения выстрелов. За незаконное хранение оружия предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Двое волгоградцев лишились крупных сумм денег, поверив мошенникам. Пенсионерка из трактора Заводского района перевела аферистам полтора миллиона рублей, чтобы обезопасить банковские счета. Причем эти деньги она взяла в кредит. А жительница Ворошиловского района перечислила почти миллион рублей. Ей также поступил звонок от лже-банковских работников. Полиция региона напоминает о необходимости быть бдительными. Если вам звонят якобы из банка и требуют перевести деньги, то это мошенники. Прекращайте разговор и сообщайте о нем в полицию.